ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В Государственной Думе предложили вернуть участникам специальной военной операции деньги за неиспользуемый полис ОСАГО. Инициатива направлена в Центральный банк и Союз автостраховщиков. По словам ее авторов, то, что граждане заплатили за полис, но машину не эксплуатируют, можно считать нарушением их прав и интересов. Дополнительную напряженность создает недавний рост стоимости автогражданки. В начале сентября, напомню, тарифный коридор был расширен почти на 30%. ТРАССА 101 Страховая компания вправе потребовать от пьяного виновника ДТП компенсации расходов на возмещение ущерба пострадавшей стороне в рамках ОСАГО. Об этом говорится в проекте постановления Пленума Верховного Суда. Норма будет распространяться и на водителей, которые отказались от медицинского освидетельствования. Конкретную сумму будет определять суд. Он вправе учесть степень вины и финансовое положение инициатора автоаварии. ТРАССА 101 Компания Havail, возможно, начнет реализацию в России кроссовера Jolion китайской сборки. Сейчас у нас продаются машины, изготовленные на заводе китайской компании в Туле. Главное отличие заключается в том, что у паркетника появится спортивная версия. Ее будут отличать другая решетка радиатора, бамперы иной формы, спойлер и прочие элементы. Что касается моторов, то они останутся прежними, мощностью 143 либо 150 лошадиных сил. Заводские цены на Jolion сейчас стартуют с отметки 1 миллион 900 тысяч рублей. ТРАССА 101 Камский автозавод пообещал начать в следующем году серийный выпуск грузовиков на электрической тяге. В набережных Челнах признаются, на первых порах машины будут состоять из китайских комплектующих, но ставится задача постепенно замещать их российскими. Полный переход на отечественные запчасти произойдется не раньше 2017 года. Несколько месяцев назад КамАЗ представил беспилотный карьерный самосвал, в котором дизельный мотор нужен только для вращения генератора, питающего электромоторы и батареи. ТРАССА 101 Компания Rolls-Royce представила свой первый серийный электромобиль. Модель под названием Spectre позиционируется как ультрароскошное электрическое суперкупе. Приблизительная стоимость новинки – полмиллиона долларов. Ознащается она двигателем мощностью почти 600 лошадиных сил. На разгон до сотни уходит менее пяти секунд. Прочие характеристики британцы раскроют позднее. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». Подписывайтесь на наш телеграм-канал «ТРАССА 101». До свидания. ТРАССА 101